Пиано-онлайн Итак, дорогие друзья, что же такое игра на опоре? От глагола опираться. Ну, прежде всего, это игра с использованием веса всей руки. Помните упражнение «Калинка»? И так далее. Ну, упражнение – это ведь еще не совсем игра. Игра – это умение использовать вес руки в нужное время, на нужных клавишах, умение его контролировать, этот самый вес. Знаете, у фортепианной клавиатуры, у фортепианных клавиш есть глубина нажатия. Так вот, игра на опоре – это игра, во-первых, с весом всей руки и с ощущением глубины клавиатуры. Многие педагоги своим ученикам говорят следующее – возьми клавишу до дна. До дна – это значит с максимальным погружением в клавиатуру. Вот я сейчас играю на электронном инструменте, и он достаточно простой. И здесь, к сожалению, вот эта самая глубина погружения, она не очень велика. И в связи с этим невелика амплитуда красок фортепианных, красок фортепианного звука, которые зависят от глубины погружения в клавиатуру. А вот на рояле или на хорошем акустическом фортепиано, на чешском, на немецком, допустим, вот там дела обстоят несколько по-другому. И там эта палитра фортепианных красок, которая зависит от глубины погружения в клавиатуру, там она очень разнообразна. Хотя в настоящее время хорошие цифровые инструменты, ну, в диапазоне около 200 тысяч рублей, они по этим параметрам к акустическим уже приближаются. Итак, а сейчас давайте с вами поиграем на опоре. Я даю упражнение, которое одновременно является уже частью нашей пьески, которую мы сегодня разучим на уроке. Пьеска такая милая, это вальсик, поэтому считайте, что мы уже пьеску учим. Упражнение называется «Раздави ягодку». Очень многие педагоги его используют в своей практике. Пожалуйста, представьте себе, что у вас вот на этих клавишах до, си, ля, соль. На каждой лежит по ягодке земляничка спелая или малинка, кому что нравится. И вам надо точным мягким движением, опуская руку сверху, эту ягодку раздавить. Вот так. Вот так. Понимаете, если вы сверху возьмете и, простите, ляпнетесь с большой скоростью, вы можете или промазать, или у вас эта ягодка отскочит. А вам нужны именно и точность, и мягкость, и вес руки. Посмотрите, пожалуйста, как рука, как локоть уносит вес руки после взятия клавиши. Вот я показываю. Локоть вверх, и он тем самым руку лишает опоры. Взять, снять, взять, снять. Здесь активно в этом процессе работает запястье. В момент взятия клавиши оно уходит вниз. В момент снятия оно вверх прогибается. Итак, четыре клавиши. Ду, сон, ля, сон. Это начало нашей пьески. Проработайте, пожалуйста, это упражнение раз десять и возвращайтесь к нему в течение недели каждый день. Поскольку оно является частью пьески, то делать вам это будет не скучно, а пьеской мы займемся буквально через несколько минут. А сейчас вот о чем. В тезисах урока у нас стоял вопрос, почему программисты клавишу нажимают, а пианисты берут. Ну, знаете, конечно, это немножко для красного словца было сказано, потому что клавиши компьютерной клавиатуры нажимают не только программисты. Мы все с вами их нажимаем, иначе бы этот урок я не записала, а вы бы его не просматривали. И тем не менее и пианисты, и вообще все музыканты клавишу, звук, ноту берут, не нажимают. Нет такого понятия нажимать клавишу. Потому что в понятии «взять» заключены и воля, и осознанность. Взять звук, взять клавишу – это значит управлять этим звуком, владеть, контролировать, влиять на этот звук. Вот посмотрите, сейчас я звук не возьму, а нажму. Включаем две кнопочки на нашем инструменте. Вот такую, вот такую, и вот нажимаем клавиши. Прямо скажем, не очень-то я здесь влияю на звук. Инструмент сам собой играет. Вот в данном случае можно сказать, что я клавиши нажала. Но мы с вами учимся играть на акустическом инструменте. Даже если он электронный, мы принципы акустического инструмента применяем. Поэтому мы, конечно, с вами звук будем брать, а не нажимать. Мы сегодня в течение урока должны с вами выучить два вальсика. Заготовочку к тому, который посложнее, мы уже сделали. Это вот. Вот, это заготовочка. Раздави ягодку, которая. Вот. А теперь вальсик попроще. Нам нужны две клавиши. Фа и соль. В первой октаве. А теперь посмотрите, пожалуйста. Учим при помощи моего показа. Учим прямо с рук. Фа, соль, соль. Фа, соль, соль. Ля, 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 ля. Ре, си, си. Ре, си, си. До, до, до. До, до, до. Я своим ученикам начинающим говорю, ну представь себе, что ты шторки раздвигаешь на окне, занавесочки. Вы уловили алгоритм? Просто соседние клавиши. Вот. Разные стороны. Фа, соль, соль. Соль, соль. Соседние. Его нужно сыграть два раза. И после того, как вам надоест вот это вот, давайте в серединке сделаем по-другому. Вот так. Фа, соль, соль. Фа, соль, соль. Ля, ля, ля. Ре, си, си. Ре, си, си. Ре, си, си, до, 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 си, до, фа, соль, 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 фа, соль, соль. Ля, 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 си, 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 до, 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 до. Ну, вроде бы пустячок совсем. А посмотрите, как он мило может звучать с фонограммой. Сейчас я достану синтезатор и включу на нем фонограмму. А вы эту фонограмму в формате mp3 скачаете в приложении к нашему уроку и дома ее проиграете. А прямо под фонограмму исполняйте, пожалуйста, этот вальсик. Итак, включаем фонограмму, играем вальсик с фонограммой. Сонограмма Вот такой вальсик. А теперь второй вальсик. Это пьеска современного румынского композитора с очень трудной фамилией. Напишем в приложении к уроку. Пьеска называется «На коньках». И включаем фонограмму. И включаем фонограмму. Фонограмма в приложении к уроку будет размещена в двух вариантах. Побыстрее, вот как сейчас, для концертного исполнения. И значительно медленнее, для разучивания. А сейчас, конечно, пьеску давайте подробно разберем. Давайте нашу пьеску проанализируем и разучим при помощи показа. То есть с моих рук. В основе этой пьески лежит трезвучие. Трезвучие – это аккорд из трех звуков. Если совсем-совсем просто говорить, а нам пока можно, то это три клавиши через клавишу. Если взять и нижний тон трезвучия, вот до, перенести вот сюда на октаву выше, до, ми, соль, до, вот так, то это у нас развернутое трезвучие. Ре, фа, ля, ре. Его можно называть развернутым, а иногда его еще называют полным трезвучием. Они нам понадобятся в нашей пьеске. Затем нам понадобится нисходящий ход, который нужно играть на хорошей опоре. В левой руке. Вообще можно и так. Одним пальцем. А можно разными. Вот это. Не связная игра, но он легато. Вот это. Связная игра, легато. Но это тема следующего урока. Вы можете попробовать и так, и эдак играть. А в правой руке нам понадобится то, что я называю своим ученикам колечко. Округлили кисть, купол, косточки. Помните из первого урока? Затем замкнули первые и третьи пальчики в колечко. Немножечко, слегка его разомкнули. Устроили на нужных клавишах ми и соль. И, пожалуйста, играем. Вот это место у меня ребята называют полет. Рука крест-накрест идет. На самом деле здесь просто развернутые трезвучия. До, ми, соль, до, ре, фа, ля, ре. А дальше то, что мы называем дорожка. Давайте запишем заключительный фрагмент нашей пьески на коньках. И попутно прихватим к нему фрагмент предыдущий. Там, где развернутые трезвучия. С полетами, как у меня детки говорят. Почему обращаю на него ваше внимание? Потому что на самом деле это секвенция. Секвенция – это повторение мелодического оборота или мотива на новой высоте. Вот к этому материалу мы обязательно вернемся на следующем уроке. И более того, он станет содержанием следующего урока. А теперь вот она секвенция. До, ми, соль, до, ре, фа, ля, ре. И дорожка. Дорожкой опять же предложили называть ребята, потому что они сказали, а вот тут топаешь и топаешь, вот заморачиваться не надо. Только на аппликатуру, пожалуйста, обратите внимание. Третий, второй, первый, третий, второй, первый, третий, второй, первый. Любой в конце. Ну вот, собственно, и все. Я желаю вам успешной работы. До новых встреч! С вами была Татьяна Киселева. Субтитры создавал DimaTorzok